Здравствуйте! Сегодня мне в руки попал модуль PLK63M фирмы OVEN. Давайте рассмотрим, что же это такое. До этого я с таким модулем не работал, и поэтому у меня нет опыта работы данным модулем. Давайте разберем, что же это такое. Прежде всего, давайте откроем коробочку. Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас здесь есть некие общие сведения о PLK, есть гарантии изготовителя и вроде все. Второе. Это руководство по эксплуатации. Я его уже успел немножко полистать. Здесь также рассказывается более полно о том, какой модуль нам пришел, о том, от чего он питается. Питается этот модуль от 220 вольт переменного напряжения, то есть от розетки. Кроме того, здесь в теории должна была быть информация о том, каким образом подключать этот модуль к компьютеру. Но, к сожалению, данная информация здесь практически отсутствует, и они ссылаются на некую другую документацию, которая должна также присутствовать. Но, как мы видим, других документаций здесь явно нет. Зато есть диск, на котором, возможно, и расположена подобного рода документация. Прямо того, здесь, на этом диске, должны быть расположены таргет-файлы, которые позволят подключить наш модуль к кодесис. Ну, это мы все еще посмотрим. Дальше, это сам ПЛК, который упакован в пупырчатую пленочку. Давайте его вытащим. Вот он, ПЛК. Здесь есть дисплей, 6 кнопок и различного рода выходы. Выход 24 вольта, выход для дебага, выход RS-232. Из интересного еще выхода RS-485. И вот, включение к сети. Здесь так и написано, сеть. Нас интересуют два разъема. Первый это дебаг и вот этот RS-232. Для них есть вот такой вот кабель. Открываем. Достаем. Первое. Есть вот такой вот переходничок из дебага. Вот к этому кабелю. Он явно должен втыкаться вот сюда. Но здесь вопрос вот так или вот так. Бывает по-разному. Скорее всего, вот так. Ну, если по-человечески сделано, то должно быть так. Но так как обозначения не совпадают, здесь написаны циферки. Здесь таких циферок нет. Необходимо читать документацию. Как же правильно втыкать, чтобы случайно не ошибиться, а то мало ли что. Кроме того, интересно, каким образом все-таки он используется. И, возможно, он вообще не используется. Так как в технической документации, которая все-таки есть к этому ПЛК в физическом виде, данный кабель, вот он, подключается вот в этот разъем для программирования. Но, возможно, нужно все-таки читать подробнее ту документацию, которая здесь отсутствует. Второй интересный сюрприз, который нас поджидает в данной коробочке, это через что программировать данные ПЛК. Собственно, такой разъем есть уже далеко не у каждого компьютера. Это обычный COM-порт. Раньше он был обычным, сейчас он постепенно становится редкостью. И, например, на моем ноутбуке данного порта, конечно, уже нет, несмотря на его приличный возраст. То есть запрограммировать с него данный ПЛК у меня не получится. Необходимо придумать какие-то переходники. И, в общем, все получается не так просто. О чем думают производители, непонятно. Предыдущий ПЛК, который мы разбирали, он программировался от кизернета, который есть практически в каждом компьютере. И проблем с программированием того модуля не было. Проблем с программированием этого модуля, разумеется, будут. Хорошо. На этом, в общем-то, можно закончить разбор данной коробочки. В коробочке больше ничего не осталось. И перейти к рассмотрению содержимого диска. Так, давайте воткнем этот диск. Вот с этой стороны явно что-то записано. С этой ничего нет. Вставляем. У нас, похоже, есть какой-то авторан. Ну вот, обзор диска, продолжить, выход. Давайте посмотрим, что он предложит. ПЛК, обучение, дополнительно, контакт. ПЛК 6373. Документация, программы, полезности. Давайте для начала документацию. Руководство по эксплуатации, руководство по эксплуатации. Руководство пользователя. Это то, на что нам ссылались, когда предлагали почитать про подключение ПЛК к компьютеру. Не срабатывает. Или грузится долго. А, нет, грузится долго. То есть, вот руководство пользователя. И здесь должно быть, возможно, все это расписано. Здесь расписано, каким образом устанавливать коды SIS. Это нас вообще не интересует, так как у нас уже все установлено. Вот подключение таргет-файлов. Ну и так далее. То есть, возможно, здесь есть уже все, что нам необходимо. Здесь по программированию коды SIS есть информация. Ну, в общем, возможно, здесь есть то, что нам нужно. Но, судя по тому, что я сейчас прокрутил, тоже не факт. Хорошо. Держание. Программа. Нас интересует наличие таргет-файлов. Вот он, коды SIS. Вообще, что самое смешное, в самой документации рекомендуют программировать в 2.3.9.9.10. А здесь версия 2.3.9.40. Интересно. Далее. Вот он, таргет-файл. Таргет-файлы для версии 2.1. Прошивка ПЛК. Давайте посмотрим. Ага. Он устанавливает их автоматически, а не через систему, когда мы устанавливаем, указывая ручками, где находится таргет-файл. Вот они. ПЛК-6373. Версия 2. Версия 2.1. Вот она, автоматическая установка. Вот она, ксфайл, который запустился. А вот есть наша любимая ручная установка. Вот он, ПЛК-63М. И, собственно, вот он, этот наш таргет-файл. То есть, его нужно указать для того, чтобы подключить данный ПЛК к коду SIS. В принципе, достаточно удобно. Но, есть одно маленькое но. Дело в том, что на сайте Овена мне не удалось найти данную информацию. То есть, таргет-файлы по умолчанию на сайте данного ПЛК не выложены. И единственный способ официально их получить, это купить ПЛК и на диске вот вы их сможете найти. То есть, одновременно заказать, скажем, данный ПЛК и начать программировать в код SIS вы не можете, потому что у вас нет соответствующих таргет-файлов и никак официально вы их получить не можете. Собственно, единственный способ их получить, это скачать с торрентов. Собственно, где мне удалось также найти данные таргет-файлы для того, чтобы попробовать попрограммировать данные ПЛК, не включая его и даже не имея на руках. Не вижу в этом никаких проблем. Зачем необходимо прятать таргет-файлы и не выставлять их на сайте мешает таким образом разработчикам разрабатывать под данные ПЛК без наличия данного ПЛК на руках, я лично совершенно не понимаю. У другой версии ПЛК, которую мы рассматривали, таргет-файлы были в прямом доступе прямо на официальном сайте и любой мог скачать эти таргет-файлы и начать программировать под ПЛК, не покупая ПЛК. То есть сначала что-то написал, запрограммировал и потом купил ПЛК или заказал ПЛК, пока идет пишешь программу. На мой взгляд это достаточно удобно, гораздо удобнее, нежели ждать неделю-две пока данный ПЛК придет для того, чтобы начать программировать. То есть фактически это будут две потерянные недели и именно на это нас толкает фирма ОВН, что на мой взгляд опять же им еще один минус. То есть как вы заметили я еще не успел включить ПЛК а уже обнаружил ряд минусов ОВНа по сравнению с предыдущим ПЛК. Предыдущий ПЛК тоже был не идеален. Мне также не скажу чтобы очень сильно понравилось с ним работать. У него есть свои баги, глюки в работе и в общем он тоже достаточно специфичен не говоря уже о его цене. Но ОВН я еще даже включить не успел и уже программатор через RS232 который есть далеко не на каждом компьютере это невозможность скачать таргет файлы с официального сайта и необходимость искать данные таргет файлы на сторонних ресурсах если собираешься спрограммировать не имея ПЛК на руках. Все это достаточно существенные недостатки которые в общем-то говорят о том что разработчики ОВНа очень странно относятся к разработчикам под этот самый ОВН и застряли где-то достаточно далеко в прошлом. Я конечно понимаю что ПЛК это устройство которое поддерживаются долго но все-таки надо идти хоть немного много со временем. Ладно следующее что мы сделаем это запустим уже сам кодесис проект так создать вот здесь я уже подключил ПЛК смотрим что здесь есть собственно в отличие от настроек предыдущего ПЛК здесь в общем-то ничего интересного особо нет нажимаем ОК ОК Дисплея у нас как такового на самом деле нет здесь 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 то же самое в общем-то разница небольшая разница может быть только в одном месте это конфигурация ПЛК здесь у нас если открыть мы обнаруживаем сразу огромное количество различных выводов которые можно использовать для наших целей в предыдущем ПЛК разумеется такого не было так как единственный выход который у него был это два выхода по РС-485 которые рассматривались с точки зрения кода СИСа как выходы РС-232 здесь же мы видим цифровые входы 8 штук выходы 6 штук аналоговые входы их должно быть 8 штук аналоговый вход 8 аналоговый вход 1 8 штук и есть еще ряд неких выходов с которыми пока я не разбирался так как ПЛК еще не включал вот например судя по всему есть какие-то выходы вот клавиатура контраст подсветка и часы там утверждается что есть часы реального времени причем как достаточно необычная особенность то есть на них делается акцент хотя в предыдущем ПЛК часы реального времени также были и они также работали но на них акцент не делался вообще пришлось просто экспериментально проверять а есть ли они вообще там в принципе оказалось есть здесь они тоже есть ну хорошо в принципе может пригодиться ну и еще есть некие переменные версии прошивки программы устройства ну и вот он выход RS-485 то есть если разобраться что для чего здесь служит здесь есть у некоторых выводов сразу довольно большое количество настроек с которыми еще предстоит разбираться если со всем этим разбираться то данный ПЛК может оказаться даже удобнее предыдущего потому что не нужно подключать отдельные дорогостоящие модули все выходы которые могут быть необходимы в большинстве задач уже есть на данном ПЛК то есть с точки зрения выгоды по цене данный ПЛК разумеется намного предпочтительнее предыдущего но каждый выбирает сам под свои нужды если они у вас не очень большие то с точки зрения просто экономии данный ПЛК более предпочтителен нежели предыдущий если какой-то огромный проект действительно серьезный то скорее предыдущий а если у вас какие-то задачи которые для которых не обязателен ПЛК которые не требуют российской материальной базы то есть не требуют обязательного российского железа то можно все это строить на микроконтроллерах и даже если требует российское железо никто не мешает использовать меландер для своих разработок таким образом фактически вот таким образом мы рассмотрели данный ПЛК я показал его достоинства недостатки надеюсь что это все было понятно включить я к сожалению его не могу для того чтобы показать как он работает поэтому только вот внешне что удалось показать я показал ну а на сегодня все спасибо за внимание до сих пор до сих пор